Еще раз здравствуйте все участники сегодняшнего, уже третьего дня онлайн-форума «Секреты успеха лидеров Reflame». Я рад вас всех приветствовать. Пожалуйста, если меня слышно, если есть связь у нас, пошел звук, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, для того, чтобы мы убедились, что все пошло, все, трансляция идет, и можно будет смело передавать мне слово сегодняшним спикерам. Отлично. Я вижу, все, пошла обратная связь. Все, вижу, что люди подключились, здорово. Итак, значит, у нас третий день онлайн-форума. Мы очень уверенно и быстро движемся вперед. И я смотрю, какая интенсивность у нас идет информации, обучение, которое получаете вы, которые прошли вот уже буквально, сколько мы, два дня, да, с вами работали. А мне кажется, вот по меркам тех форумов, которые мы проводили, там, первый, второй, третий, четвертый, где каждый день выступал только один спикер, мне кажется, мы уже половинную норму выработали, да, хотя только в самом-самом-самом начале. Ну, действительно, мы только начинаем, и впереди еще очень много интересных выступлений, еще очень много интересных спикеров вам предстоит услышать. Я очень надеюсь, что вы успели подключить свою команду, они вместе с вами здесь, сейчас смотрят, слушают выступления. Вы, так, ладно, не будем терять, не будем терять время, я смотрю, время уже поджимает. Тогда я сразу же перехожу к тому, чтобы приступить, ну, представить вам сегодняшнего спикера. Но прежде я хотел бы задать вопрос всем участникам, кто сейчас здесь находится у экранов. Скажите, вот у кого из вас есть такая сложность, задача, проблема, возможно, это, как Станислав, да, Скворцов вчера выступал, говорит, главное признать проблему. Проблема, ну, скажем так, спонсирования, точнее, давайте проще даже скажу, вот вы нашли человека, он перед вами сидит, зарегистрировался буквально сегодня или вчера, готов включиться в работу, полный энтузиазма. И вы вот где-то там в глубине души задали себе вопрос, задаете себе вопросом, а что теперь делать? Возможно, я, кстати, сталкивался у нас с такими случаями, когда люди не привыкли к такой готовности. Представьте себе, человек готов включиться в работу. А что теперь с ним делать? Как с ним работать? Как его сопровождать? Как вывести к результатам? Потому что вы знаете где-то, может быть, на подсознании уже, а может быть, из опыта, что если в ближайшее время вы не включите его в работу, если он не начнет получать какие-то первые, ну, пусть даже небольшие, но результаты, а лучше, чтобы они уже были сразу же какие-то существенные, если он не начнет оправдывать свои ожидания, с которыми он пришел в этот бизнес, то, скорее всего, этот человек уйдет, и вы его потеряете. И, проделав большую работу по привлечению, получается, что, казалось бы, вот они есть люди, а теперь что с ними делать? Вот кто из вас сталкивался с такой проблемой, кто из вас сталкивался с такой сложностью, и вы реально чувствуете такой бег на месте, топтание, потому что, с одной стороны, много усилий прилагается на то, чтобы привлечь людей, а когда они попадаются, а что теперь с ними делать? Бывает такое? Бывает, было. Вижу, что очень много есть от людей, которые… Так вот, сегодняшний спикер, я с удовольствием хочу вам представить, это старший бриллиантовый директор, топ-лидер компании Reflame России Виктория Щукина. Потрясающий человек, я сегодня, наверное, вот вам предстоит пообщаться сегодня с ней где-то 45 минут в час, я с ней уже общался на протяжении двух часов по разным вопросам, которые мы успели затронуть. Настолько большое, широкое представление бизнеса, настолько глубокое, скажем так, понимание того, что нужно делать со своими людьми, своей командой. И, естественно, то есть это позиция предпринимателя, который, кстати, я замечаю многим, ну, по какой-то причине, видимо, по наследству не перепал, не хватает предпринимательской позиции, да? Вот, и, естественно, я к Виктории обратился с вопросом, с предложением раскрыть тему спонсирования, это ее один из самых мощных, самых сильных тем, которые она сегодня готова вам раскрыть. Вопрос спонсирования, вопрос сопровождения, вопрос, как эффективно спонсировать людей в своей команде. Итак, давайте не буду занимать уже время, встречайте, бриллиантовый директор, старший бриллиантовый директор компании Reflame, топ-лидер компании Reflame Россия, Виктория Щукина. Своими смайликами, восклицательными знаками, как вы умеете встречать нашего спикера. Виктория, я передаю вам микрофон и подключаем к эфираму. Дорогие друзья, добрый вечер. Ну, Александр сегодня уже затронул так тему спонсирования, я думаю, что он уже и продолжил бы сам вещать, да? Я бы слушала его и слушала. Дорогие друзья, но не буду спрашивать, слышите ли вы меня, либо видите, я думаю, что вы меня и слышите, и видите. И на самом деле я Виктория Щукина, я дважды бриллиантовый директор компании Reflame. Ну, сейчас такое время... Дорогие друзья, вы меня слышите в чате? А тут Василий заподозрил, что выключат микрофон. Включим? Слышно? Слышно, отлично. На самом деле, меня зовут Виктория Щукина, я лидер компании Reflame. И та тема, с которой я сегодня вышла на многотысячную армию консультантов, лидеров, менеджеров, сегодня я дам ту тему, которая меня очень сильно вдохновляет, которая пробуждает во мне очень сильные внутренние вибрации и желания окунуться в этот процесс, потому что уж очень он красив, очень он азартен, очень он многослоен, очень респектабелен, да. И, конечно же, это одна из главных функций в нашем с вами бизнесе, в сетевой интрии, в компании Reflame. Я думаю, что здесь сегодня собрались люди, которых эта тема наверняка устраивает, им хочется ее познать, хочется что-то услышать. И вы знаете, дорогие друзья, если вы позволите меня так называть, вы позволите называть вас друзья, я сегодня вам представлю свои наработки. И поверьте, что все, что я сегодня буду говорить, это то, что я реально сама делаю. Здесь присутствует моя структура, и я думаю, что они также узнают, ну, поймут, да, наверное, потому что мы были, и сейчас есть гуще всех этих процессов, да, спонсирования как партнеры. Поэтому я готова с вами поделиться, у меня есть 45 минут времени, и я готова вам дать все то, что я наработала за 14 лет своего профессионального стажа предпринимателя в компании Reflame. Сейчас мы подключаем слайды. Ждем, ждем, конечно, слайд. Ну, конечно же, дорогие друзья, коллеги, я не могу не начать со своей истории. Пришла я в компанию Reflame, когда мне было 25 лет, вот это вот 98-й год, у нас 7-летний ребенок, молодая семья, и вот чуть-чуть, и я зарегистрируюсь в компании Reflame. В общем-то, мы жили достаточно, ну, скажем так, не бедно, мы не бедствовали, но и больших денег, в общем-то, тоже не было. 98-й год, но у мужа был свой бизнес, вы помните, да, кто помнит август, ну, не в этом сейчас дело. То есть совершенно нормальная семья, совершенно нормальная. Я до компании Reflame, друзья, поверьте, я нигде не работала, так случайно выходила, я по образованию медик, выходила, то есть меня, по сути, обеспечивал муж. Но все было бы замечательно, но, друзья, в моей 25-летней голове почему-то рождалось бесконечное размышление. Я без конца покупала журналы, гляньте, я постоянно листала информацию о трендах, о моде. Меня постоянно интересовали какие-то вот такие моменты за границей, да, манила вот эти вот путешествия, тогда это были какие-то посты, какие-то слайды. У нас в комнате висел большой постер вот с морем, с пальмами. И вы знаете, друзья, меня всегда завораживали красивые машины. Меня всегда завораживало дорогое нижнее белье, хорошая эстетика быта, посуда. Но тогда, мало того, что это было очень в дефицитном варианте, но, тем не менее, все, что я видела, заходя в дома своих знакомых, друзей, на все я смотрела очень широко и постоянно у меня вызывало это не чувство зависти, а чувство какого-то благоговения, что как это люди заработали, а как они это сделали, а что, а как. И бесконечное, бесконечное ощущение любопытства. Вот было в моей 25-летней голове. Я постоянно размышляла, постоянно думала, а как, а как же это зарабатывает, а как же это зарабатывает. Это было конец 98-го года. Помните, наверное, тот рынок, если кто-то из вас сейчас находится в моем, скажем так, возрастном уровне. И эти размышления были настолько, что я говорила мужу, что Василий, мы с тобой станем богаты. Ну как мы с тобой будем богаты? Знаете, были даже такие небольшие семейные ссоры. Вася говорит, ну ты не читаете дорогие журналы, в твоей голове какие-то постоянные мысли о богатстве. Даже вот такие вот ссоры были, но тем не менее, в моей голове и мои глаза фокусировались на всем красивом и на всем качественном. Но купить тогда я это не могла себе. Но тем не менее, мечтать-то, друзья, я могла это, видеть-то я это могла и хотеть мне никто не запрещал. Это было со мной в 25 лет. Но, друзья, меня пригласили в компанию Арифлейм очень случайно. Мои размышления привели меня к тому океану возможностей, при котором осуществляется все, о чем я мечтала. Вселенная меня привела, но тогда я не поняла, что это возможность. Тогда я думала, когда меня подписали случайно на потребление в компанию Арифлейм, тогда я думала, что Арифлейм – это нечто что-то такое несерьезное, это нечто такое, какое-то непонятное. И когда я пришла в компанию Арифлейм, я так получила, что я вышла на продажу и начала, не зная маркетинг-плана, не зная продукции, я просто выходила к людям, показывала каталог, ну, я это делала очень как бы быстро, и у меня вышли очень хорошие баллы, очень хорошие продажи. Но я тогда не считала баллы. Ко мне приехал Людмила Борисовна Жаданова, тогда мой спонсор, увидев в распечатке тысячу баллов новичка за неделю работы, она, конечно, прибежала ко мне и попыталась до меня донести смысл бизнеса. Я ее не слушала. И вот сейчас на слайде, друзья, есть хронология моего понимания бизнеса. Возможно, вам сейчас будет близко, кто-то находится на своем уровне понимания этого бизнеса. Это неплохо и нехорошо. Так мы мыслим, так мы живем, это реалии, и не стоит этого стесняться. И я хочу вам показать то, на каком уровне понимания была я. Но меня спасло то, что я не застревала на некоторых моментах моего понимания. Первый пункт, который я понимала как новичок, это Арифлейм купи-продай. Я видела каталог, я видела прайс-лист, и я думала, о, 30-процентная разница, как это выгодно. Я начала первые свои месяцы, первые полтора месяца работы в компании Арифлейм. Я настолько увлеклась продажами, потому что я не понимала смысла. Я продавала в неделю. В 2001 году моя торговая прибыль составляла в районе 5000 рублей. Но этот этап очень быстро прошел. Посмотрите, я написала на слайде, что мышление, понимание купи-продай было полтора месяца. Потому что вот этот вот процесс масштабных продаж привел моего спонсора ко мне на порог. Она очень сильно захотела со мной познакомиться. И все, что она бы не говорила мне, я ставила стену. Я не понимала, что Арифлейм это серьезный бизнес. Я испугалась, честно говоря, кто это ко мне приехал и что-то хочет мне какое-то добро нести. Я закрыта. Я была закрыта, но пока Людмила Борисовна не сказала мне, Вика, Арифлейм это не бизнес продаж. Арифлейм это бизнес интеллектуальных продаж. И если ты умеешь так коммуницировать в сделке с клиентами, если ты свою коммуникацию пересешь на другую модель бизнеса, то ты будешь зарабатывать 30 тысяч рублей в банке. Идет стаж, пенсия. У тебя есть все шансы через 5 месяцев стать директором компании Арифлейм. И вот эта фраза, она говорила много, она пыталась меня мотивировать, объяснять, но вот эта фраза стала составляющим моего понимания. Мне предлагают стать директором компании Арифлейм. Официально стаж, пенсия. Мне не рассказывали маркетинг, мне просто предложили вот такую возможность. Да, сказала я, мне это интересно. И тогда Людмила Борисовна полдвенадцатого ночи, почему полдвенадцатого, потому что я пришла с продаж, с 9 до 12 я занималась продажей, я находила место, где можно было торговать поздно вечером. Она сказала мне, я не буду рассказывать сейчас тебе маркетинг-план компании. Приезжай, назначила мне время, дату, Самарский сервисный центр, тогда я уже ездила с заказами, знала, что это такое, и я тебе расскажу маркетинг-план компании. Она уехала, в моей голове зародилась мечта, в моей голове, в моем разуме что-то начало полыхать, и я всю ночь не спала. Приехала мама, тогда она вышла на пенсию, сказала мне, что, я ей сказала, что мама, мне предлагают стать директором компании Арифлейм, мне предлагают доход в размере 30 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, стать директором, стаж и пенсия. И вот тогда окружение, как говорят, гуру сетевого маркетинга, очень важно. Мама сказала, Вика, у тебя все получится, езжай на презентацию. Мы поехали в магазин, купили деловой костюм, насколько мы тогда понимали, что такое деловой костюм, и я поехала на первую презентацию к спонсору в деловом костюме. Людмила Борисовна рассказала мне маркетинг-план компании. Когда Людмила Борисовна дошла консультант-менеджер и начала рассказывать уровень директора, и начала говорить систему, если ты сегодня, Вика, поняла смысл бизнеса и пригласила 5 человек, не надо подписывать полгорода, не надо подписывать пол Самары, пригласи 5 ключевых партнеров. Каждый по 5, 25, каждый по 5. Друзья, я написала вам, что систему бизнеса после данной презентации я поняла через 30 минут. Нет, друзья, я не бросила личную продажу, я зафиксировала свои тысячу баллов, я также быстро обслуживала клиентов, но я начала строить бизнес. Я настолько увидела, я настолько вникла вот в эту цепочку 1, 5, 25, 25, я настолько поняла, что 780 человек в итоге – это 78 тысяч долларов товарооборот. Вот что нужно, что Арифлейм – это не бизнес-продаж. Арифлейм – это бизнес-спонсоров, это бизнес-наставников. И тут я переключилась на работу наставничества. Но еще раз, друзья, подчеркиваю, я про зафиксировала свои 1200-1000 баллов личных. И вот тут, друзья, на этой встрече мой жетон провалился. Сегодня, друзья, моя тема – спонсирование. Но я не смогу сейчас в формате данного вебинара, данного форума задавать вам вопросы, жалеть время. Но я вам, тем не менее, задам, если я просто не вижу чата, но вы, тем не менее, можете ответить. Как вы считаете, кто является для человека лучшим спонсором? Лучшим спонсором. Я понимаю, что у вас своя точка зрения, и вы вправе говорить и думать. Кто? Я не знаю, что вы пишете, друзья, наверняка, что вы пишете это правильно, но по моему мнению, что лучший спонсор – это жизнь. Нас жизнь должна подготовить к старту. К старту в бизнесе, к старту в семейной жизни, к старту обучения, к старту любого процесса – нас готовит жизнь. Каждый из нас более готов, либо менее готов, более видит реальность бизнеса, либо менее видит реальность бизнеса. Нас всех подготовила жизнь. И вот тогда не зря я вам поставила слайд 25-летней Вики, которая размышляла. Я не буду, не хочу сейчас какие-то слезоточивые истории рассказывать о том, как мы жили, какие горести и беды претерпели мы, как молодая семья. Зачем? У всех у вас есть своя история. У всех у вас есть своя боль. Я буду по делу. Я буду по существу. Жизнь подготовила меня, подготовила к тотальному формированию бизнеса. Подготовила. Я была готова. Чуть-чуть, может быть, более готова, чем кто-то сейчас. Чуть-чуть. Поэтому, друзья, первый спонсор – это жизнь, которая подготовила меня на замечательные возможности в компании «Арифлейм». И началась штатная, когда провалился жетон, друзья, когда моя внутренняя составляющая плюс возможность слилось воедино. И получился некий конгломерат внешнего составляющего. Это маркетинг-план, это рынок и моя внутренняя составляющая. Это было нечто общее, не разъединялось. Я не делю до сих пор. Вот тут я работаю в компании «Арифлейм», а вот тут я просто живу. Нет, друзья, это река жизни. Ни один бизнесмен, не закрывая свой магазин, говорит, ну вот, мой бизнес закончился. Потому что настоящий бизнесмен – это прежде всего мышление, это прежде всего голова, друзья. Это прежде всего внутренний мир и внутренняя позиция человека. Началась штатная работа, встреча за встречей. В небольшом городке, куда мы с мужем уехали, потому что у Василия был очередной бизнес, столярный цех. А Димочка, сын, шел в первый класс. И я приняла решение поехать за мужем в Красногвардеец, под небольшим городком Оренбургская область. Стотысячное население, очень хороший, теплый город. Низко кланяться буду всю жизнь этому городу, в котором я состоялась как личность, который сформировал меня. И началась штатная работа. Дело в том, что когда мне рассказали маркетинг, я сказала спонсору, что я не умею, так как вы, говорить маркетинг. Людмила Борисовна сказала, Вика, езжай в Бузулук, я буду приезжать к тебе, я покажу тебе технологию презентации. На самом деле Людмила Борисовна пять раз ко мне приехала, и когда я сделала звание 18% менеджера, Людмила Борисовна, в общем-то, приезжала ко мне, когда я уже стала директором. И это уже были совершенно другие приеды. Пять презентаций хватило мне, чтобы понять технологию подачи презентационного блока для новичков. И пошла штатная работа, встреча за встречей, пошел каскад, каскад встреч. Хочу подчеркнуть, друзья, что в Бузулуке у нас не было, я не поставила этот слайд, как-то постеснялась, да, что мы приехали в Бузулук с тремя пакетами, как-то не посчитала нужным. Но на самом деле мы делали свои каскады встреч, работая через такси, на автобусах, да, то есть ничего нас внешне не останавливало создавать эту штатную работу встреча за встречей. И пошла рекрутинговая составляющая. Но сейчас я говорю не о рекрутинге, друзья, сейчас я говорю о теме спонсирования. Что же мне еще, друзья, помогло вот так вот развернуть свое мышление с тысячного баллового консультанта на работу спонсора, на работу наставника? Знаете, так получилось, что я человек обучаемый. Я не умею завидовать, я умею учиться у богатых людей и успешных людей. Не люблю себя сопоставлять, потому что я это я, люди это люди. Но когда я начала вникать, Людмила Борисовна со мной очень долго разговаривала, говорила про всю спонсорскую цепочку. И так получилось, что мне попалась кассета Володи Полежаева, потом я познакомилась с Альбиной, с Радой. И вот слова, знаете, мы часто ищем информации. Сейчас как работать в онлайн, мы что-то ищем, бесконечно ищем. Тогда мы работали в оффлайн тоже, книги, читали книги, учились, учились. Иногда спрашивают человека, а почему ты не действуешь? Я еще пока не все знаю. Вот тогда, друзья, мне достаточно было просто каких-то крылатых выражений наставников. Где-то я услышала с кассет, с книг, с записей. И мне этих фраз было достаточно, чтобы понять и рассинтезировать в своей голове, как сегодня спонсировать. И вот первая фраза Володи Полежаева. На четыре поколения вглубь необходимо приглашать и обучать людей делать то, что делаете вы сами. Друзья, я эту фразу поняла на девяти процентах. На четыре поколения вглубь необходимо приглашать и обучать людей. Я настолько поняла значение этой фразы Володи Полежаева. Настолько она меня вдохновила, настолько она меня впечатлила, что я взяла ее за основу. Вторая фраза. Лидер должен быть всегда в тонусе на позитиве. Иногда едешь с лидером, и он молчалив, он не активен. Рада сказала, едете вы с людьми в машине? Если там, где ваши люди, вы должны быть как моторчики, вы должны говорить. Вот сейчас в чатах лидера должны писать, направлять людей. Лидер ни в коем случае не должен молчать или стоять на месте. Независимо, онлайн ли это чат, посты в онлайн, либо работа в офлайн. Независимо. Лидер должен быть всегда в тонусе. Независимо, что-то я понимаю сейчас в онлайн, я беру это и делаю, ошибаюсь, переделываю, но делаю опять. Лидер должен быть всегда в тонусе и на позитиве. Не то, что он должен всегда улыбаться на позитиве, а иметь мышление. Все равно получится, все равно прорвемся, все равно это будет. Третье. Мы идем к своей устойчивости, через устойчивость своей организации. Сказал мне Володя Полежаев. Ну, не мне, а я услышал эту фразу. Мы идем к своей устойчивости, через устойчивость своей организации. Я поняла. Когда у меня под мамой росли лидеры, у мамы зарплата была в два раза меньше, чем у моих лидеров. Мама подходила ко мне и спрашивала, Вика, что ты делаешь? У людей, которые подо мной зарплаты вышли, мама, самое главное, чтобы эти люди зарабатывали. С тобой мы всегда наработаем структуру. И моя задача сейчас вывести на деньги людей, которых я пригласила за собой. Сказала Рада Никитина, не выращивайте из куриц орлов. Они же птицы, но летать не умеют. Первых своих директоров, конечно же, я растила неправильные критерии выбора. Они были птицы. У них был 21 тогда процент, но летать они не умели, потому что я все сделала за них. Поэтому сегодня я придерживаюсь, я готова ставить на крыло тех, у кого эти крылья есть и которые хотят взлететь. Те, которые не хотят летать. Друзья, это все к спонсору, к основному. Помните, про кого я имею в виду, про что я имею в виду. Пятое. Роберт Киасаки. Моя любимая книга Роберта Киасаки. Подними свой финансовый IQ. Ох, какой хорошо он описал. Как бедные люди боятся процесса. Они не находят время, они прячутся за дипломы, прячутся за все, что угодно, но боятся процессов. Они не понимают, что нету вузов по предпринимательскому составу. Есть только самое главное, высшее учебное заведение. Это процесс. Это процесс формирования бизнеса. Богатые люди не боятся сложных процессов. И сегодня, когда перед нами стоят важные вопросы и какой-то процесс, который неизведан мне, поверьте, друзья, я недавно вообще не подходила к компьютеру. Для меня это было чуждо. Но сегодня этот процесс для меня очень важен. Да, где-то хотелось выкинуть что-то, какой-то гаджет. Но сейчас я настолько полюбила этот процесс, потому что поняла, насколько это тренд, насколько это конъюнктура рынка, а не просто новое ведение. Насколько это сегодня важно осваивать онлайн. Тем более, когда посещаешь Швецию, видишь, насколько там высокотехнологичны все системы образования, медицины. У Стига Стэна лучшие тех технологии, лучшие техники стоят, гаджеты. Я это увидела все в Эгилёсе. Поэтому, друзья, богатые люди не боятся сложных процессов. Шестое. Долго думала, включать ли эту категорию или не включать, но когда-то я у Володи услышала, он целое выступление построил на этом. Добейся, чтобы тебя в бою три эскадрильи прикрывали. Он имел в виду лётчика Покрышкина. Наверное, кто-то, может быть, читал, это школьная вещь. Дело в том, что лётчик Покрышкин в войну был лучшим истребителем. Он один из единственных лётчиков, шумел идти на таран. Он настолько не боялся боя, он настолько целился в немецкие самолёты, что он не думал о своей жизни. Его задача была сбить немецкие истребители. И тогда люди военные, которые понимали, насколько Покрышкин умел воевать, и поставлены были эскадрильи. В бою Покрышкина прикрывали. Друзья, я тут же переношу на спонсирование. Как нужно сегодня вкладываться в людей? Что сегодня нужно говорить людям, чтобы три эскадрильи тебя прикрывали? Ты уехала. Не смогла что-то провести? Твои лидеры сказали. Вика, не переживай, мы сделаем это, мы сделаем это. Друзья, для меня это не финансовый мотив, но очень важно, чтобы меня в бою три эскадрильи прикрывали. Но для этого я не должна уходить от боя. Не должна бояться его. Седьмое. Чем богаче люди в стране, тем богаче страна, сказала Маргарет Тэтчер. Моя задача, чтобы мои люди быстрее, чем я купили дома, а это и было. В моей структуре в Бугу-Руслане первые, чем мы купили дома. Чтобы мои люди имели лучше, чем у меня автомобиль. Может быть, кто-то замахнется обогнать. И слова Тавилы Полежаева, чем помочь, говорила она, когда у нее говорят, «Тамила, мы тебя обгоним». Чем помочь была первая ее фраза. «Лидер стоит, когда сильный ветер дует», — сказал Магнус Брэнстром. И мы видим, как в сложной ситуации с евро, с курсом, с логистикой Магнус встает, широко расставляя ноги на сцене и говорит нам, «Друзья, у нас все хорошо. Мы стоим, компания стоит, когда дует сильный ветер кризиса». Друзья, это же относится и к спонсору. И очень мне нравится эта фраза, и я сейчас хочу ее вам сказать. Это мое одно из самых любимых определений лидерства. Лидер — это не тот, кто ведет за собой. Ведь вести за собой могут быть разные. Посмотрите, что сейчас происходит. Разные люди могут вести за собой. Это прежде всего тот, кого никто в спину не толкает. Потому что не надо толкать. Вы знаете, друзья, очень хорошо, сейчас я дам вам определение спонсоров. Кого-то нужно нянчить, кого-то нужно мотивировать, а кому-то нужно не мешать. И вот я попала в ту категорию, когда спонсор просто показал мне и отошел. Тогда я не понимала, почему отошел. Сейчас я, конечно, понимаю, но он отошел по разным причинам. И слава богу, потому что в этот момент у меня расправились крылья, и мне не надо было мешать. Меня не надо было толкать в спину. Я сама знала, что мне нужно делать. И слова... Я могу, друзья, много что говорить по словам наставника. То, что в моей голове и мотивирует меня, и внутри бесконечно стабилизирует мой рост. Но еще одно высказывание я не могу не сказать слова Томила Полежаевой. Делайте. Хоть что-нибудь делайте. Мы все люди друзья. Мы можем уставать. У нас может пропадать или иссякать какой-то из ресурсов, друзья. Все может быть. Не пугайтесь этого. Мы все живые люди. Мы живем не в реальной жизни, а реальная жизнь это сказка, да. Но в сказке всякое может быть. Но слова Томила Полежаевой спасли меня, когда я потеряла после определенного уровня силы. Я помнила слова Томилы. Делайте. Хоть что-нибудь делайте. На Ютубе есть мой ролик, когда я выступала на 45-летие компании «Арифлейм» в Стокгольме. Я говорила о лидерстве. Я привела пример. Фильм «Бой тут одни старики», когда один летчик пришел к своему командиру, списывай меня. Я никакой летчик. И тогда он сказал бы, как, есть такие моменты в жизни, когда человек умирает сам, рождается сам. И только в определенных моментах ты должна сама решать. И вот тогда, зализывая рано, я поняла, что да, пока сегодня ты не можешь делать этого, этого и этого, но ты можешь делать другое в компании. Арифлейм-функции много. Это меня спасло, друзья. Слова Томилы, вечная ей память, светлая память Томилы. Делай. Очень мало мы говорим, друзья, о Томиле. Нужно чаще говорить. Потому что она у многих наставник, даже если она не спонсор. Делайте. Хоть что-нибудь делайте. И вот тогда, когда мне было очень нехорошо, я вспоминала слова Томилы, вставала и делала. Поэтому, друзья, вот это и есть знания. На микрознаниях можно сделать миллионы рублей. А у людей сегодня огромное количество знаний, но минимальные действия. К сожалению, но это, конечно, не у всех, друзья. У вас точно не так. Друзья, давайте мы с вами дадим четкое определение. Что же такое спонсирование? Спонсирование – это процесс обучения человека и совместное развитие бизнеса партнера. Чему придется обучать? Слова Томилы. Что только вам не придется делать, чтобы у вас вырос лидер, что не прописано в плане успеха. Это процесс обучения. Чему нужно обучать? Покажет только процесс. Совместное развитие бизнеса партнера и мышление партнера. Параллель. Необходимо грамотно организовать людей. Через наставничество можно творить великие дела, друзья. Через наставничество можно творить великие дела в компании Арифлэйн. Если вы прочтете огромное количество книг успешных людей, то у каждого великого человека, успешного человека был наставник. Без наставничества пути к богатству не существует. Наставники нужны. Еще раз, друзья, подчеркиваю, что спонсирование – это процесс формирования, обучения, совместное развитие бизнеса партнера. Совместное развитие. Я очень люблю, друзья, системность. Вот этот вот треугольничек очень хорошо показывает, из чего состоит наш бизнес. Продукт во главе. Здесь головная боль компании. Система. Наша задача – выстроить систему подобие третьего квадранта. Правовая защита у нас стопроцентная. Нам нужно учиться коммуникации согласно третьему квадранту. И нас ожидают финансовые потоки. И вот возле системы стоит равно. Система рано или поздно, человека, который управляет этой системой, должно рано или поздно привести вот к такому конечному знаменателю. Когда вы вкладываете чуть-чуть времени, а денег получаете большее количество. Но это закон, это модель мышления, инвестиционная модель мышления. Человек должен быть готов к пониманию, что сначала мы инвестируем, тратим время, усилия, а только потом получаем деньги. И это независимо, в каком инструменте, в офлайн или в онлайн. Система должна привести именно к такому общему знаменателю. Протестируйте себя. Насколько вы понимаете, этот треугольничек, этот квадрант. Я часто даже рисую на презентации определенному составу людей. И люди понимают меня, которые, как правило, это люди-бизнесмены. Это люди, которые либо владели, либо владеют своим собственным бизнесом, понимая, что богатство – это прежде всего время, в которое ты можешь жить, не работая. Поэтому, друзья, спонсирование должно в конечном итоге привести нас к вот такому общему знаменателю. При минимальном количестве времени вы зарабатываете достойные деньги. Это и есть создание активов. Итак, друзья, чтобы ко всему этому прийти, мы должны сейчас с вами определиться, в какой категории находимся мы, какие мы спонсоры. Да, ведь спонсор – это человек, который влияет на то, чтобы в системе все работало, крутилось и все пазлы установились на свои места. Типы спонсора. Я буду кратко, потому что здесь будет все очень понятно. Первый тип человека – он вообще не понимает, зачем в компании «Арифлейм» спонсировали. Как правило, эти люди занимаются огромным количеством рекрутирования. Это люди, которые прекрасно рекрутируют, эти люди, которые прекрасно входят в доверие, прекрасно дают информацию, люди к ним подписываются пачками, но, тем не менее, система не строится. Потому что эти люди понимают значение продуктовой коммуникации, понимают значение рекрутинга, но не понимают значение спонсирования. То есть они далеки от того, что в систему нашу приходят люди совершенно неподготовленные. И единственный человек, который должен подготовить и поставить на крыло – это спонсор. Если спонсор этого не понимает, то это первая категория. Вторая категория, друзья, спонсор – курица-наседка. Сама фраза говорит за себя. Курица-наседка – это постоянное сюсюканье. Это постоянное, ну, такое, знаете, разводим хоровод некий, да, с людьми хороводимся. Может быть, это какая-то тусовка, да, ну, это курица-наседка. То есть мы греем человека, обогреваем, да, мы даем какое-то такое упрощение, упрощаем презентации. Мы где-то не спрашиваем с людей, да. Ну, в общем-то, я не буду вам говорить, наверняка вы понимаете само значение, само определение курицы-наседка. То есть она села на своих людей и, в общем-то, и греет их, постоянно греет в надежде, что чем больше она их греет, тем больше они вырастут. Ну, попробуйте своего ребенка бесконечно, не пускать в школу в мороз, да, там, на танцы, на музыку, не стали учить уроки, а вот просто сядьте и жалейте ребенка, да, ну, может, что получится. Третье. Командир заградительных отрядов. Ну, кто читал книги, военные книги, то знает, что были такие отряды людей, которых пускали, как пушечное, да, мясо на какие-то передовые, на фронт. Командиры шли в этот момент сзади, потому что самое важное было, ну, пустить людей. Вот так же есть спонсор, да, спонсор затаился, сел где-нибудь и смотрит, что же там моя структура без меня, сможет, не сможет, а, ну, что-нибудь сможет, да. Это такая, такая роль спонсора тоже есть. Я их, они не часто встречаются, но иногда я таких спонсоров лицезрее. Очень больно смотреть, видеть, как структура что-то делает, а спонсор просто стоит и смотрит, ну, в стороне, да, а они вот, айда себе на рынке, на этой мясорубке, сами как-то варятся. Четвертое. Спартанец. Тоже такой есть спонсор, друзья, я вам это все рассказываю из своей жизни, да, из своего опыта. Спартанец. Это человек, который решил выбрать такую позицию, он стоит над человеком и говорит, ну, что, сложно тебе? Ну, нифига, будет еще сложнее, да, и это будет сложно. Ну, то есть некий спартанец, который постоянно, как бы, показывает людям, что, ну, что, тяжело? Ну, давай-давай, будет тяжелее, давай-давай, ну, что тебе? То есть он смотрит, опять-таки, со стороны, как людям тяжело, и вот такой вот есть перекос. Пятый спонсор – это ледокол. Это человек, который первым берет на себе все сложные моменты, проходит все сам, а потом уже говорит людям, где, как пройти, протопчет сам путь к деньгам, протопчет сам путь к званиям, потом уже говорит, ребята, ходите вот так, нужно вот так, нужно вот так. Другое дело, что слышат ли это ребята или не слышат, но спонсор ледокол всегда все сложные моменты, все сложные факторы берет на себя первый. Это спонсор ледокол. Вы знаете, друзья, возможно, у них у кого-то 100% лидерства, 100% спонсорства, да, и у нас всех, наверное, что-то когда-то замешано, это, наверное, тоже правильно, но если вы не сфокусированы на бизнесе, то все-таки подумайте, каким спонсором, типом спонсора должны быть мы, чтобы преодолеть сегодняшний рынок и прийти к результату, да. Вот такие вот определения, достаточно простые в понимании. Надо понять, где есть какой спонсор, у которых точно будет результат. Итак, друзья, мы с вами разобрались и переходим сейчас непосредственно к теме спонсирования. Чтобы сегодня при помощи инструмента, при помощи функционала спонсирования создать крепкую команду, хорошие шестизначные доходы в компании Reflame и создать активы, я работаю вот так вот и, в общем-то, хочу с вами поделиться. Первое, мы должны четко, я вчера разговаривала с человеком, который 4 года в компании Reflame, вот я слышу по разговору, человек ни разу не открывал план успеха, человек увидел вот каталог и 4 года что-то пытается, но это неосознанное, вот хаотичное движение. Друзья, когда у меня муж Василий, когда я пришла в компанию Reflame, открыл план успеха, он сказал, Вика, здесь столько денег. Потом было осознание через кассету Володи Полежаевой, мы настолько поняли, что такое Reflame, осознали. И вы знаете, вот хотелось бежать утром, вот осознание, что творит, оно выталкивает из дома, оно выталкивает из гнезда, оно выталкивает что-то делать, не усидишь на месте, потому что осознанность внутри тебя долбится в конечном итоге. Осознать, в чем смысл бизнеса, друзья, пожалуйста, подумайте, это происходит внутри каждого человека. Критерии. Вы должны иметь четкие критерии ключевого партнера. Я часто спрашиваю, вот если у Вас были бы заправки, если Ваша задача была создать заправки и уехать жить, например, куда-нибудь за границу, такие критерии управляющие заправкой, наверняка у Вас были бы критерии. Критерии должны быть четкие, четкая картина критерий ключевого бизнес-партнера. Третье. Вы должны четко понимать в структуре, кто Ваш первый уровень, потому что на 4 поколения вглубь первый уровень, друзья, может быть и в 10-м поколении. Опять мы перебираем спочку своей организации, нашли ключевого партнера в 10-м поколении и на 4 поколения уже строим дальше. То есть мы должны четко понимать, кто Ваш первый уровень. Очень много хаоса, очень много непонятных вещей. Мы почему-то думаем, что те люди, которые пришли и сказали нам «да», или те люди, которые в первом уровне, это наш первый уровень. Нет, друзья, первый уровень – это немножко другое определение. Ваш ключевой партнер – первый уровень. Смотрите план успеха, там никто нигде не говорит, что он должен быть обязательно в первом уровне. Четвертое – договориться с партнером на берегу. Не лукавить, не говори о том, что будет тебе легко, что это бизнес, но все преодолимо. Договориться на берегу, что хочешь, когда хочешь, через сколько хочешь, да, то есть надо договариваться. Многие люди работают по умолчанию. По умолчанию ничего не будет, да, молчанка никогда в бизнесе ни к чему не приводит. В бизнесе нужен диалог. Партнер должен четко понимать, что он строит бизнес, а вы ему помогаете. Если у вас в структуре наоборот, плохо будет, друзья, партнер четко должен понимать, что вы помогаете, он сам пойдет вперед, вы всегда на подмоге. Формирование мышления предпринимателя. Как это формируется? Аккуратно. Днем процесс системная работа, вечером анализ. И часто мне люди говорят, Вика, мы очень много что понимали, когда мы с тобой ужинали. У меня всегда есть неформалки. Всегда мы ужинаем с людьми, с которыми мы днем каскадируем встречи. И не факт, что сильнее. Процесс встреч, либо процесс разговора, анализа. А почему я сказала так? А почему я спросила так? Как ты думаешь? А почему я так повернулся? А почему я была резка? Или почему я не продолжила так? То есть, да, это вечером идет формирование. Но обязательно, если вы будете столько норовоучать или только анализировать, и не будет процесс, это тоже будет однобокое спонсирование. Формирование мышления предпринимателя – это процесс, плюс некая теория, вечернее время. Седьмое. Выстраивать высокие отношения, инвестиции в человека. Высокие отношения – это отношение доверия, это отношение договоренности, это отношение выгода-выгода. Друзья, в одну сторону не могут быть в отношении. Если я вижу, что я в человека вкладываюсь, а человек показывает мне, простите мне, попу, я не могу быть односторонней. Я готова вкладываться, я готова служить, но я никому не буду прислуживать, друзья. Никому не буду прислуживать. Служить – да, потому что лидерство – это служение. Поверьте, друзья, никому никогда не услуживайте. Служите. Бесполезно. Ставьте четкие задачи партнера, друзья. Ставить четкие задачи и смотреть на степень выполнения – это очень-очень важно, потому что задача… Спонсор работает при помощи установки задач и при помощи вопросов. Нужно уметь задавать грамотные вопросы. Сначала вложить, а потом спроси. Вижу очень часто наоборот. Подбочинись, спонсоры не дав, топают ножкой и спрашивают. Сначала дай. Сначала дай. И не 100%, а может быть больше. Только потом спроси. Спроси, потому что если не контролировать, только давать, нужно баланс. Вложились, спросили. Мы очень грамотно запустили Wellness, потому что после каждого презентации, которую я отрабатывала, обязательно был контрольный звонок, обязательно я спрашиваю, какой товарооборот, что создали вместе коллегиально. Если не спрашивать, друзья, то это будет просто хаотичная работа. Грамотно делегируй. Очень часто мы, лидеры, говорим, я это сделаю сама, я это сделаю сама, но, друзья, в этом ничего хорошего нет. Мы должны уметь делегировать, потому что законы менеджмента, законы управления. Если за партнера делать то, что он может сам, система рано или поздно остановится. Попробуйте делать это с ребенком. Кормите его, он не сможет кормить, он не сможет кушать, учиться за него и так далее. Носите его на коляске. Так же и с людьми. И что делают умные наставники? Умные наставники, иногда кажется, что наставники делают очень мало. На самом деле это иллюзия. Сегодня задача наставников не работать много. Сегодня задача наставника работать грамотно. Работать грамотно, ребята, сегодня очень-очень важно. Поэтому сегодня наставник, спонсор, должен самые важные вещи делать сам. Вот, например, работа в чате, да, когда говорит, ну, надо доверять. Доверять, друзья, для меня, это не значит свесить ножки и ехать на том, кому ты доверяешь. Доверять для меня, это значит выполнять все сложные моменты, важные моменты в системе самой. А все, что менее сложное, менее важно делегировать. Но потом наступает время, когда вы и сложный вопрос можете делегировать. Такое время тоже настанет. Этап наведения. Друзья, это очень важный вопрос в системе спонсирования. Я эту вещь услышала у Софьи Марка-Атласова. Этап наведения. Это всего лишь 2-5% в системности работы спонсора наведения. Что такое наведение? Это умение вложить качественную мысль в голову человека. Другое дело, приживется или не приживется, составляющая личности у всех разная. Но ваша задача, это может быть за чашкой чая, это может быть какой-то бытовой версии, но вовремя вложить в голову человека очень качественную мысль. Наведение, друзья. Как правило, это технология промоушена и постпромоушена. Я настолько умею делать промоушен, что сама же от этого очень часто получаю пиндык, потому что кому-то делаю промоушен очень сильный, и люди смотрят туда, куда я делаю промоушен. Ну, потому что это очень важно, промотировать, снимать фокус внимания с себя и промотировать. Первое, что нужно промотировать, это человека, события, компанию. Вот по такому синхронному плаванию. Поэтому, друзья, наведение. Вкладывать, научить партнера правильно пользоваться ресурсами, друзья. Это я поняла на уровне сапфира, потому что раньше мне спонсорила Вика. Без отдыха, давай, 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 да? Пользоваться ресурсами. Эмоции. Эмоции, друзья, это наполненность человека, это интеллект. Поэтому эмоциями нужно уметь пользоваться. Их нужно уметь генерировать. Это интеллект, это эмоциональный IQ, его тоже можно развивать. Это воля. Воля тоже не безгранична, друзья. Если работать только на воле. Время. Время человека тоже не бесконечно. Нужно пользоваться правильным временем. Видение. Нужно уметь обладать определенным видением. Знания. При минимальных потоках знания нужно совершать стопроцентные действия. Этому я обучаю своих ключевых партнеров. Тринадцатое. Научиться полюбить процесс. Не отделять Ари Флейм от жизни. Многие отделяют. Когда же жить, друзья? Дни рождения, свадьбы, простите, похороны. Как я без команды? Как без людей? Научиться полюбить процессы, друзья. Я не знаю, я не представляю. Мы не отделяем. Мы все живем в Ари Флейм, всей семьей не отделяем. Потому что вопрос, когда же жить? Ну, сейчас и жить. Видеть глаза новичков, видеть переживания, вместе общаться, друзья. Ну, это и есть жизнь. Ну, это, по крайней мере, так для меня. И четвернадцатое. То, о чем сегодня говорил Алексей в начале промоушена. Стать предпринимателями. Сегодняшний кризис показал, что предпринимателями в компании Реплейм стали не все. Перевести человека в третий квадрант. Что сделать? Может быть, вы переведете даже на уровне 18% или на уровне директора. Может быть, человек даже и на хорошем статусе не перейдет в третий квадрант. Это мышление. Мышление третьего квадранта – это не бояться приглашать людей умнее, чем ты. Это не бояться делать и управлять людьми, которые старше, чем ты, которые умнее, чем ты, потому что они в этом бизнесе. Ну, это модель мышления. Ценить время, а не статус и деньги. Люди третьего квадранта ценят время. Именно поэтому у них есть и деньги, и статус. Вот такая, друзья, тематика. У меня заканчивается время. Я дала вам общий формат, как я работаю. Возможно, вы с чем-то уже соглашаетесь и работаете так же. Возможно, по-другому. Что же, друзья, я получила благодаря всем этим моментам? Конечно же, это то, что вдохновило меня изначально. Пять, двадцать пять, сто двадцать пять. Это, конечно же, моя ключевая команда. Это, конечно же, лидеры, с которыми мы живем вместе, с которыми мы вместе страдаем, переживаем, наслаждаемся. Это моя гордость. Это команда, разбросанная по всей России. Я низко кланяюсь, друзья, и благодарю всем тем людям в Волгограде, в Тольятти, в Ульяновске, в Бузулуке, в Оренбурге, в Кенеле. Всем-всем-всем лидерам, всем-всем труженикам, которые сегодня добились результата. Но по каким-то причинам сегодня что-то где-то подустали. Друзья, вы все равно моя гордость. Вы все равно то, ради чего я прожила и живу четырнадцать лет. Я ставила целью вырастить вас. Я ставила целью вырастить вас гордых, смелых, сильных. Я горжусь вами. Независимо, когда вам плохо, когда хорошо, когда вы на пьедестале или когда вы сводникшей головой. Я горжусь вами, люди, потому что вы изначально цель моего бизнеса. Сильные, крепкие, самодостаточные лидеры. Бесконечная благодарность, бесконечная благодарность, друзья. Те, кто сейчас слышит меня, поймите, что рост человека начинается, первое, с благодарности и второе, с обучаемости. Надо быть обучаемым человеком, нужно быть благодарным. Если у вас есть сегодня два этих ресурса внутри вас, поверьте, вы преуспеете. Никогда не смотрю на человека, в чем одет, в чем обут, на чем ездит. Но если в человеке есть благодарность, если человек обучаем, все остальное с помощью зонта, с помощью наставничества решается. Бесконечная благодарность Людмиле Борисовне Жадановой. Бесконечная благодарность Раде Никитиной. Физик-ядерщик, математик, показал мне красоту бизнеса через цифры. Огромная благодарность Альбине. Первая фраза, с которой я встретилась с Альбиной, ты директор? Нет, сказала я, но обязательно буду. Спасибо тебе, Альбина, за то, что ты никогда, не жалея, меня спрашивала о конкретике, спрашивала о цели и бесконечно дружишь со мной. Володя Полежаев. Мудрее, глубокого человека в жизни я не встречала. Это мужчина-друг, это мужчина-друг. Теплота, это мужчина-вулкан. Томила. Такой энергетики, такого эмоционального интеллекта, как у Томилы, не было. Я не встречала людей. Томила. Показывает четкий пример, какая должна быть женщина в семье. Потому что из-за Томилы крутилось все. В семье, в компании Арифлейм. Томила, спасибо тебе огромное. Всегда, когда я выступаю на школах, я, в моих сплошных офисах есть постеры Томилы. Я всегда чувствую ее, чувствую присутствие, чувствую в своей башке информацию, постоянную информацию Томилы. И, друзья, что я делаю? На каждой конференциях у меня есть такое правило. Если я не сфотографирую со всей цепочкой своих наставников, я больше не приеду на конференцию, поэтому на каждой конференции у меня всегда есть классные, красивые, вкуснячьи фотографии с моими наставниками. Бесконечная благодарность моим наставникам. И, друзья, конечно же, хочу чуть-чуть сказать вам, что в итоге получила я благодаря всему тому процессу. Меня вспомнит кто-то, какая-то спонсорская цепочка, это не до того, как я познакомилась с Людмилой Борисовной, она говорила мне, нужно много продавать, нужно... Как-то, знаете, вот не всех спонсоров я услышала, а услышала вот только то, к чему лежало мое сердце и душа, что нужно спонсировать, что нужно работать с людьми. Многие со мной не соглашались, многие говорили, что щуки напугают людей и так далее. Но я, друзья, всем сердцем верю, что процесс спонсирования творит чудеса. И я не могу жить без сказки, я не умею жить без сказки, я не люблю обыденно работать с новичком, майкапы, лидерска, велнос. Мне везде нужна сказка, я не умею жить без сказки, поэтому всегда хочу каких-то ужинов, каких-то вот какого-то где-то гламура, где-то какой-то красивой жизни и праздника. И благодаря всем тем процессам, которые я вам сейчас обозначила, я сделала в своей жизни то, о чём мечтала, то, что видела у глянцы, то, что видела в жизни до того, как у меня были деньги. Я верю всем сердцем, что именно процесс творит, друзья, чудеса. А те люди, друзья, которые каким-то причинам не пошли за мной, или сейчас не идут, то я их внутри себя отправляю к самому лучшему спонсору под названием «Жизнь». Он научит лучше, чем спонсор компании «Арифлейм». Благодарю всех вас, что послушали, услышали меня. Благодарю Александра. На самом деле сегодня мы очень хорошо поговорили, и такое тепло идёт от Саши. Спасибо огромное всему составляющему сегодняшних людей. Спасибо вам огромное всей команде, приглашённых на это мероприятие, на этот форум. Я была перед вами открыта, честна. До новых встреч. Огромное спасибо. Так, и давайте поблагодарим и проводим бурными аплодисментами Виктории Щукину за её потрясающее выступление. Я даже не заметил, как время летит настолько, вот, знаете, иногда слушаешь, и вот время как будто просто останавливается, или пролетает, или начинает идти по каким-то своим законам. Виктория, огромная благодарность за выступление. И давайте сделаем так, ещё так, как некую уже традицию, которая складывается у нас на онлайн-форуме, как некое подтверждение благодарности за то выступление, чтобы вы с него что-то вынесли. Каждый из вас вот что-то вынес для себя ценное, важное. И вот у меня есть предложение сейчас, вместе со своими словами благодарности Виктории, вместе со своими эмоциями, которые вы хотите передать, которым наверняка вы наполнились, потому что я вот прям переполнен, сижу здесь вот, сияю. Спасибо, Виктория. Напишите сейчас несколько пунктов, ну, два-три. Что самого ценного вы себе сегодня вынесли с выступления Виктории Щукина? Как-никак, только что вы слушали топ-лидера компании «Арифлейм Россия», и где была затронута очень, на мой взгляд, важная и на сегодняшний день актуальная тема вопрос спонсирования, вопрос сопровождения. Выпишите сейчас себя обязательно, пометьте, потому что здесь за той информацией, за той коротким выступлением вы на самом деле сегодня получили самые важные ключи и секреты успеха о том, как стать топ-лидером компании «Арифлейм». И сейчас, пока вы пишете, если, кстати, есть какие-то фотографии совместные с Викторией, тоже можете прикрепить. Пока вы пишете, я буквально 2-3 минуты посвящу тому, чтобы подключить нового спикера нашего сегодняшнего мероприятия, потому что мы на этом не заканчиваем, у нас идет продолжение. И буквально такой минутный перерыв, посвятите, испроведите его, пожалуйста, с пользой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот буквально небольшая техническая заминка Еще буквально пару минут Так что можете использовать время тоже с пользой И я давайте еще сделаю небольшой анонс На будущее, чтобы вы были готовы У нас еще предстоят мероприятия в воскресенье и в субботу В субботу и воскресенье Но так как это выходные То согласно расписанию Онлайн-форум будет в субботу и воскресенье Проходить не вечером в 19.45 и в 20.45 А утром в 11 часов по московскому времени Это сделано для того, чтобы высвободить по максимуму выходные дни Чтобы у вас были вечера, которые вы можете посвятить себе, семье Или еще к какому-то досугу Или просто уже на свое усмотрение То есть в будние дни у нас будет вечером В субботу и воскресенье в 11 часов по Москве Это обязательно себе пометите И учитывайте, когда будете посещать мероприятие Ну и соответственно, чтобы не перегружать программу В субботу и воскресенье будет только по одному спикеру И это дни, которые будут посвящены основным тренерам С которыми многие из лидеров или топ-лидеров Или консультантов сотрудничали Сотрудничают сейчас Их имена иногда вы можете даже слышать И в их выступлениях Как некий тоже благодарность за ту помощь Поддержку, которую они оказывают То есть я специально подобрал тех спикеров Тех тренеров, которые реально помогали в развитии бизнеса Ну, в анонсе вы о них уже слышали Итак, сейчас еще буквально минутку Давайте я помогу нашему следующему спикеру подключиться То есть была какая-то... Сейчас что-то как-то не получается Видимо, большая нагрузка Вот, минуту внимания То есть вернее подождите чуть-чуть, хорошо? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, мы продолжаем наш онлайн-форум С небольшой задержкой У нас тут такая большая энергетика есть Что иногда все вылетает Но все равно мы... В моих руках все работает Ладно Итак, значит, что у нас дальше? Что дальше? Я сейчас хочу вам представить человека, который... Знаете, ну вот я давно хотел и давно мечтал, чтобы на онлайн-форуме выступали с одной стороны топ-лидеры, потому что собралась очень большая, очень мощная лидерская команда, причем Россия, Украина, Беларусь, Казахстан То есть, ну, мне один из топ-лидеров сказал, что, Саша, такого количества мощных спикеров, ну, редко где можно встретить, я, по крайней мере, нигде до этого не встречал Вот, но это с одной стороны Но с другой стороны, интересны еще и люди, которые делают результат Вот знаете, иногда бывает такое ощущение, что вот, ну, это надо было раньше, да, это надо было начинать Вот, кто себя ловил на мысли, что вот, ну, вот если бы я там лет 14 назад начал сотрудничать с компанией Reflame, а только-только-только все начиналось Ну, я тоже, может быть, сейчас выступал на онлайн-форуме или был бы топ-лидером компании Вот кто честно себе, вот может признаться, бывает такое вот где-то точит, точит Такие мысли закрадываются Так вот, я пригласил на этот онлайн-форум человека, который, ну, можно сказать, из категории молодежь Причем в последнее время я наблюдаю, что очень мало людей, ну, есть дефицит определенных людей, которые именно из категории молодых, молодых предпринимателей А чем интересен этот спикер, который вы сейчас услышите, так он вообще пришел в компанию еще будучи школьником, а сейчас является одним из самых молодых предпринимателей Успешных лидеров компании Reflame достиг названия старший золотой директор, который очень высокая организация его команды, который, мне кажется, может позавидовать даже любой из топ-лидеров То есть насколько все слаженно, отточено, быстро, такая команда быстрого реагирования, то есть вы не представляете, как они очень организованно подключались к онлайн-форуму всей своей команды Так вот, я думаю, он еще более подробно расскажет о себе и вам будет интереснее послушать его лично Поэтому я сразу передаю слово, встречайте, пожалуйста, сейчас к нам подключается старший директор, лидер компании Reflame, Россия, Дмитрий Шевчук Пожалуйста, аплодисментами в чате мы встречаем Дмитрий, я передаю тебе слово и микрофончик, соответственно Добрый вечер, дорогие друзья Напишите, пожалуйста, в чате, как меня видно, как меня слышно Если видно, слышно хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики Если еще и у вас хорошее настроение, ставьте много плюсиков А мы с вами начинаем, хоть и с небольшими такими вот техническими задержками Но я уверен, что все будет хорошо И в данном вебинаре я постараюсь быть для вас максимально полезным Рассказать свою историю, как я попал в Reflame, как докатился до такой жизни Как у меня получилось, как приглашать молодежь Какие есть фишки, секреты и так далее Вебинары будут очень насыщенные, интересные Поэтому рекомендую, может быть, вам взять какие-то листики, ручки И важные моменты для себя записывать Я сейчас поставлю мою презентацию Надеюсь, что вам ее будет видно И если вам сейчас вот видно мою презентацию Напишите, пожалуйста, в чате цифру 2 Я как раз гляну, и мы с вами будем начинать Как меня уже представили, зовут меня Дмитрий Шевчук На сегодняшний момент мне 19 лет Я живу в городе Харьков Александр сказал, что я лидер России Но я, к сожалению, лидер Reflame Украина И начну свою презентацию, наверное, с таких слов Как если сегодня у вас уже есть все, о чем вы мечтали Если сегодня вы побывали уже везде, где вы хотели Если сегодня вам платят столько, сколько вы стоите И если это еще все и правда То, возможно, данный вебинар вам и интересен в вашей жизни И так все хорошо Но, наверное, многие из вас здесь заулыбались Потому что, если все было бы так классно Наверное, мы бы сегодня не присутствовали на данном онлайн-форуме И что самое ценное есть у каждого лидера У каждого лидера самое ценное Это, наверное, его история История его успеха И вот слово, которое вы только что видели на слайде Это слово, которое меняет жизни людей по всему миру И это слово, которое многие люди воспринимают тоже по-разному Это всеми нами с вами любимое слово Любимая компания Reflame И когда люди слышат слово Reflame Вот напишите в чате вашей ассоциации Вот что вы ассоциируете с словом Reflame Потому что, когда меня пригласили в этот бизнес Для меня слово Reflame – ассоциация, наверное, как и для большинства молодежи было какое Reflame – это продажи помадки, тетки, сумки, приставания, каталоги, листовки Ну и так далее, и так далее А для кого-то сегодня Reflame, да, вот я вижу в чате Это бизнес, это предпринимательство, это путешествие, это карьера Почему вы так считаете? Да, почему для вас Reflame – это нечто большее, чем помадка Или нечто большее, чем просто каталоги или хорошая косметика Потому что вам кто-то об этом рассказал Потому что вы владеете информацией больше, чем те люди, которые не находятся сегодня в этой компании Те люди, которые не хотят разбираться до конца, да, в тех возможностях И знаете, что меня привлекло в этой компании? Конечно же, я пришел в Reflame, да, не за помадкой, не за тушью И, честно скажу, изначально даже не за деньгами Потому что с самого начала я в Reflame, ну сказать, чтобы больших денег я не увидел Я понимал, что люди здесь зарабатывают, но как они это делают, я не представлял Я думаю, что это такая же самая обыкновенная компания, где директора назначают, директора один А работать каким-то заместителем, менеджером я и так могу в любом другом месте И что для меня Reflame? Для меня Reflame – это возможность быть первым На самом деле это просто удивительнейшая возможность Потому что мы с вами до этого иногда не додумываемся или просто даже не задумываемся Почему? Потому что, я думаю, каждый хочет себя в этой жизни как-то реализовать Каждый хочет быть на троне победителя в своей команде, в своей семье И просто доказать самому себе, что в этой жизни ты можешь, ну, что-то больше Чем просто ходить на работу с 8 до 5 и так 40 лет подряд Я думаю, что вы меня поддержите, да, и поставите плюсики И как началось мое знакомство с данной компанией? У меня многие спрашивают, Дим, вот как ты, да, вообще попал в Reflame? Вот как ты, как Reflame? Потому что вот сейчас, когда буду вам рассказывать свою историю Наверное, где-то вы будете проводить какие-то свои параллели И где-то ощущения будут совпадать И, наверное, как и многие из вас, когда мне предложили работу в Reflame До этого я, ну, не планировал работать, да, в компании Я не собирался сотрудничать ни с одной сетевой компанией Да не говоря там про Reflame и разные другие Я никогда раньше не думал, что в таких компаниях люди вообще зарабатывают деньги И причем деньги зарабатывают большие Но почему все-таки я решил попробовать? Почему все-таки я решил начать? Потому что в первую очередь мне всегда хотелось с самого детства зарабатывать деньги С 11 лет я уже искал какие-то варианты для себя Когда мои еще одноклассники сидели в школе, да, и думали там о каких-то контрольных экзаменах Я уже помню себя вот в пятом, там, шестом, седьмом классе Я искал себе работу Я первое, что делал, я раздавал листовки Потом работал в колл-центре Киевстара, да, такая мобильная связь в Украине А закончил такую вот мою вообще детскую трудовую деятельность в брачном агентстве Позже научился лет с 15-16 создавать специальные сайты Это были такие сервисы активной рекламы И даже за один сайт я мог заработать где-то 50 долларов, где-то 100 долларов и так далее Это уже на тот момент для меня были отличные деньги Но был у меня 11 класс И я начал задумываться, впереди поступление И кем вообще я буду работать в этой жизни В моей семье, вот, с поколения в поколение, это все одни железнодорожники И я для себя понимал, что моя перспектива какая Я могу всю жизнь ездить в поездах, да, быть там проводником Я могу сидеть где-то в офисе, быть, может быть, там, бухгалтером или менеджером Или там какими-то перевозками заниматься и так далее Но вставать в 7 утра, получать зарплату в 100 долларов Такая перспектива меня совсем не радовала Я для себя всегда-всегда искал какие-то варианты Я не могу сказать, что вот в Арифлейм я остался только из-за денег У нас отличная семья, да, у меня замечательные родители Мы не могу сказать, что мы живем плохо Мы живем в отличной четырехкомнатной квартире Мы каждый год ездим отдыхать на море Причем отдыхали часто даже не по одному разу в год Мы отдыхали хорошо, да, но отдыхали в основном не там, где бы мне хотелось, да, куда денег хватит Но соседи вообще не отдыхали, мы все равно ездили отдыхать Но когда ты идешь по улице и вокруг полно магазинов, полно ресторанов, полно турагентств И ты проходишь мимо Вопрос, да, почему? Почему? Ведь если это есть, значит, кто-то этим пользуется всем Значит, кто-то каждый месяц ездит отдыхать за границей Значит, кто-то заходит в эти там шикарные рестораны Значит, кто-то покупает эту дорогую одежду И вопрос, который был, да, почему это не я? И я начал искать Я начал искать, и я для себя в 11 классе, в начале 11 класса определился, что я буду, наверное, экономистом Я нашел хорошее такое вот учебное заведение в нашем городе Называется это Национальная академия государственного управления при президенте Украины Звучит достаточно так серьезно, да, согласитесь со мной Но, что я понимаю, если у тебя нет связи, ты никому не нужен А даже если связи есть, то сразу тебя на серьезную должность никто не устроит И, соответственно, я для себя еще одну вещь понимал Что сегодня ни одно высшее учебное заведение Украины, России и даже всего мира Оно не учит нас самому главному Оно не учит нас зарабатывать деньги Оно просто дает нам профессию Я думаю, вы со мной согласитесь И все-таки, да, как же я попал в Арифлейн? Работаю в Арифлейн или иначе в 11 классе В Арифлейн меня пригласили... Так, что-то я не то нажал В Арифлейн меня пригласили очень так вот по-хитрому Меня пригласили на встречу Встречу возможностей, которая проходила в нашем городе И мне не сказали, что это Арифлейн Меня пригласили просто взять с собой за компанию Мне сказали, Дим, пошли, будет интересно И когда я пришел на это мероприятие Оказалось, что это Арифлейн Я вообще не понимал, что я там буду делать Зачем меня туда позвали И когда я увидел, что выходят разные люди на сцену И кто-то говорит, мы зарабатываем 500 долларов Выходят следующие люди, говорят, мы зарабатываем 1000 долларов Выходят следующие, говорят, мы зарабатываем 5000 долларов А я сижу и думаю Ребят, а сколько вы продаете, чтобы столько много зарабатывать? И когда эти люди сказали, что они продажами не занимаются Они делают другую серьезную организационную работу Мне стало интересно Мне стало интересно И с того момента я решил в этом всем разобраться Я сразу после мероприятия подхожу к человеку К моему спонсору, говорю Светлана, рассказывайте, что надо делать? Я тоже так хочу Но я не буду продавать, походить с каталогами Я не буду приставать к знакомым Я хочу, как эти люди, зарабатывать 500 тысяч долларов Мне это интересно И тем более у меня сейчас 11 класс Я понимаю, что по профессии я вряд ли работать буду И я согласился работать в Арифлэн И почему я согласился? Почему я поверил? Я поверил, потому что я увидел людей Которые уже живут той жизнью О которой я только тогда мечтал Которые уже, у них есть все то, о чем я только сейчас думаю Которые ведут тот образ жизни О которой, возможно, даже я и не надумал До такой-то степени для себя Ну, когда я забрался, откуда берутся деньги Когда я для себя понял, что надо делать Я себе сказал, у меня получится Я смогу Я себе дал полгода Полгода для работы И за эти полгода я открыл звание директора И когда мои одноклассники получали свой аттестат Получали аттестат об окончании школы В этот момент я находился в Киеве На банкете директоров Как первый директор в 17 лет И это действительно мой успех Я действительно для этого очень много работал Что мне дал Арифлэн? Арифлэн мне дал очень-очень много И моя жизнь изменилась с ног на голову И изменилась даже так, как я этого, возможно, не планировал Что первое в Арифлэн? Первое, что мне дал Арифлэн – это деньги Деньги – это здорово Деньги – это вкусная еда Деньги – это красивая одежда Деньги – это здоровье ваших близких Деньги – это отдых и путешествия И когда люди говорят, что деньги – это не главное Да, деньги – это не главное Но, как знаете, когда у вас их в кармане больше Ты чувствуешь себя как-то более-менее спокойно Арифлэн – это другие деньги Я зарабатывал и до этого, да, доработал Арифлэн из 100, 200, 300, 500 долларов Хоть будучи даже школьника Но Арифлэн – это другие деньги по значимости Это деньги, которые ты получаешь за оказание помощи людям И их ценность, она для меня какая-то была совсем другая Второе, что мне дал Арифлэн – это возможность быть первым Как я вам уже говорил И я действительно горжусь своими результатами Почему? Потому что я горжусь тем, что я стал директором в 17 лет Я горжусь тем, что я ни разу в жизни не работал официально на работе по найму Я не знаю, что такое трудовая книжка, отпуск Я не знаю, кто такой начальник и так далее Я горжусь тем, что я стал первым предпринимателем в нашей семье До этого все были железнодорожники Я горжусь тем, что я стал первым несовершеннолетним предпринимателем в Харьковском регионе И вы не представляете глаза налоговой, когда приходит парень, которого еще не является совершеннолетним И говорит, я хочу быть предпринимателем Они думали, что я ошибся дверью Но оказалось, что эти двери были в другую жизнь И я горжусь этими результатами, знаете почему? Я не говорю вам это для того, чтобы похвастаться Я говорю вам это для того, чтобы показать, что не важно, сколько тебе лет Это я сейчас более-менее, как бы говорить, научился, да, вы это заметили Но до этого мне сложно было рассказывать презентацию, мне сложно было общаться с людьми У меня было много страхов, много комплексов, сомнений Это было даже до такой степени, что мне страшно было у людей спросить на улице, который час Это все работа над собой огромная И я горжусь этим результатом, потому что это результат команды Это я никого не обманывал, я никого не украл Я это не купил, мне это не подарили, меня это не назначили Я это просто взял и сам сделал Это очень большая разница Так вот, возвращаемся к нашей с вами теме Я думаю, что вот такая небольшая моя история, она была для вас, для кого-то интересной И вы будете в дальнейшем тоже приглашать и молодежь И почему все-таки, когда я принял для себя решение окончательно Я принял для себя решение окончательно Вот такая вот первая для вас фишка, первый вот такой вот жетон, который у меня провалился Это просчет жизни Так как я экономист, я уже когда стал директором в 17 лет Я поступил в институт, куда хотел И я просчитал для себя свою жизнь с точки зрения финансов Что получается? 11 лет мы учимся в школе За это время мы не зарабатываем ни копейки, потому что мы только получаем знания Дальше, 5 лет идет учеба в высшем учебном заведении Часто бывает, что эта учеба, она идет оплачиваемая Да, я учусь на контракте, потому что в моей академии нет бюджета Если есть бюджет, то это повезло Но если контракт, то средний контракт, к примеру, по России стоит 100 тысяч рублей Эта схема, это как вариант, это как макет Вот вы можете для себя просчитать, вы можете просчитать для ваших людей Это классная фишка, потому что люди хотят Хотят машину, хотят квартиру, хотят отдых 2-3 раза в год за границей Но если расходов на жизнь больше, чем доходов, этого всего не будет И люди этого не понимают Так вот, когда я сел, просчитал, что за 5 лет я дам в мои мозги Для получения диплома полмиллиона рублей В Украине это другие деньги, это 50 тысяч гривен, грубо говоря, минимум Средний заработок в нашем городе, в моем городе Харьков, это 2 тысячи гривен Я буду 3-4 года бесплатно работать Я буду просто это время возвращать свои инвестиции, свое образование Мой день стоит 700 рублей Мой час стоит 60 рублей Это меньше сегодня, да, это меньше доллара Мой час работы стоит меньше доллара 16 лет отдать своей жизни для того, чтобы получать меньше доллара в час Я думаю, что каждый из вас стоит намного дороже Так вот, возьмите для себя сегодня вашу зарплату Ну, которую вы сегодня получаете Умножьте ее на то количество лет, которое вы еще планируете работать до так званого конца, до пенсии И вы получите сумму, которую вы всего заработаете А дальше возьмите и напишите ваше желание Напишите вот все то, что вы хотите Вы же хотите квартиру, да, если у вас квартира однокомнатная Наверное, вы хотите двухкомнатную Если у вас нет машины Ездить на общественном транспорте сегодня уже некомфортно Да, если вы нигде не отдыхаете Или у вас есть дети Ну, хочется хотя бы раз с ними, да, съездить на море Или куда-нибудь за границу, да, раз в год Там, я не знаю Ну, не в Египет уже, да, ну, хотя бы Там, в Турцию или в Грецию и так далее Там, куда-нибудь съездить, отдохнуть всей семьей И когда вы это посчитаете Все ваши расходы, там, на жизнь, на питание, на лечение И так далее, и так далее Вы увидите, что расходов на жизнь Их больше, чем доходов А люди этого не понимают Люди одели розовые очки Что я буду работать на том же месте, где работаю И это все у меня будет И эта фотография, она для меня особенная Эта фотография, это мой первый банкет директоров Да, это тот банкет, тот день, когда у меня был как раз выпускной в школе На этом банкете я для себя принял окончательное решение, да, что я буду в Арифлейм навсегда На этот банкет я взял с собой мою маму Которая безумно гордилась моими результатами Которые я смог достичь за то время, да, всего лишь за полгода жизни Арифлейм – это не только работа Арифлейм – это потрясающий стиль жизни Я действительно люблю Арифлейм Потому что, ну на какой работе тебя за то, что ты сделал Вот такой вот, казалось бы, совсем небольшой результат Потому что директор – это совсем начало Это самая первая серьезная ступенька в Арифлейм И где, на какой работе тебя будут вот так вот чествовать Тебя будут приглашать в лучшие залы страны Тебя будут приглашать на сцену Тебе будут аплодировать тысячи людей стоя Тебя будут уважать руководители компании И тебя пригласят на сцену и вручат твой чек, да, который ты заработал Это просто потрясающе И, наверное, третье, что мне дал Арифлейм Это отдых, это путешествие Так, почему-то у меня камера пропала Какой-то вот значок появился Надеюсь, что камера включится сейчас Ну, надеюсь, что… Вот, все, камера включилась Третье, что мне дал Арифлейм – это отдых и путешествие Арифлейм, я уже рассказывал, что с нашей семьей мы каждый год ездили на море в Крым Но, опять же, мы ездили не туда, куда мне бы хотелось Я видел красивые картинки в интернете Да, там шикарные отели с бассейнами Где там белый песок, пляжи и так далее Мне хотелось путешествовать всегда И никто не виноват в том, что не было этих путешествий И Арифлейм меня своим путешествиями привлек Я сегодня людям говорю, что Арифлейм – это пожизненные путешествия Каждый год за счет компании Это одна из невероятнейших особенностей Сегодня ездить за границу за свой счет Это просто… Ну, не стыдно Да, это стыдно ездить за границу вообще за свой счет И за год, за год работы в Арифлейм я побывал уже в шести странах До этого я нигде не был Я побывал в Польше, в Чехии, в Германии, в Франции, в Болгарии И в этом году, буквально вот сколько, полтора-два месяца назад Это была уже седьмая страна И это седьмая страна, в которой мы побывали уже с нашей командой Это была первая в истории Арифлейм менеджерская конференция Арифлейм в Египте Шарм-эль-Шейх Это просто невероятные воспоминания С нашей командой должно было быть семь человек Но, к сожалению, не все смогли поехать У кого-то работа, договор о не выйти за границу У кого-то, ну, случились свои семейные обстоятельства Но вот те пять человек, которые побывали со мной Благодаря вот этому видению, которое они получили на конференции Благодаря тому, что они это увидели Они показали потрясающие результаты И я вот с большим удовольствием хочу вам их показать Это удивительнейшие люди У нас огромнейшая команда Но я не могу рассказать, конечно же, вам о всех У каждого человека есть своя история о приходе работы в Арифлейм Справа от меня в золотистом платье Это директор нашей команды Людмила Лебедева Это человек, бывший координатор Эйлон Которая пришла в Арифлейм и быстро сделала результат У нее классная команда Рядом с ней находится Татьяна Москаленко Это ее партнер Которая, я уверен, уже в этом каталоге Откроет свое звание директора Кто говорит, что сложно совмещать с работой У Тани работа с утра до вечера И она приходит домой уставшая Но она все равно делает свои результаты Напротив меня сидит девушка В таком потрясающем красивом платье Это Елена Глагвиненко Я думаю, что те, кто есть у меня в друзьях В ВКонтакте или в Фейсбуке Наверное, вы уже слышали ее историю Смотрели видео Это потрясающий человек Вот поставьте плюсики в чате Кого не поддерживают, родные или близкие Кого не верят Кого не понимают Кому говорят, что это не твое У тебя не получится И тебе стоит это все бросить На тебе наживаются И так далее, и так далее Я думаю, что все эти причины Вы это все слышите И у Лены У нее просто тяжелая Тяжелейшая судьба, на самом деле У нее невероятно трогательная до слез история Я не могу вам сейчас, скорее всего, это в одной минутке рассказать Но поверьте, те трудности, которые есть у нее Наверное, по сравнению с тем, что сегодня есть у вас Это просто ерунда То, как она шла к своему званию Ей было очень сложно Потому что ее дома не то, что не поддерживает Дома слово Арифлэйм было наравне с матом Это было ругательное слово Никакого слова дома Арифлэйм Никакого Димы, Шевчука и так далее И полгода Лене приходилось работать под прикрытием Дома бабушка и дедушка Они не могли слышать о том, что Лена работает в Арифлэйм У них была перспектива Лена переводчик Лена учится тоже в классном серьезном институте А Лена связалась с Димой А Дима ей рассказала, что она может быть директором Что она может быть предпринимателем Что она может стать бизнес-леди У нее может быть свой бизнес уже будущей студенткой И она мне поверила Но близкие не поддержали И полгода, представьте, полгода до поездки в Египет Когда она сказала про поездку в Египет У нас был вылет Вот ситуацию, представьте Лена сначала сказала, что это я ее пригласил отдыхать в Египет Ну, как парень И в пятницу у нас вылет И Лена все-таки решилась, осмелилась сказать близким, что она в Арифлэйм Честно, когда она мне позвонила, я сказала Дима, я рассказала дома, что я работаю в Арифлэйм И я еду не на отдых, а я еду на конференцию Арифлэйм И у меня был шок Я думал, что она останется дома Но глаза ее бабушки, дедушки Это слезы радости и счастья И я думаю, что они для себя сделали какие-то выводы Что если бы они просто не мешали хотя бы А поддерживали, она бы сделала этот результат быстрее Поэтому если вас не поддерживают Ваши родные и близкие хотят вам только самого лучшего Не останавливайтесь и идите вперед И рядом с Леной Это тоже наш человек позитив Это мой первый директор команды Это Жанна Лебедева Это для меня потрясающий человек Потому что это, во-первых, первый директор моей команды Во-вторых, с Жанной мы очень сильно подружились уже В-третьих, в этом каталоге Который закончился в 15-м прошлом Вернувшись с золотой конференции Жанна открыла сразу два звания Звание старшего директора и звание золотого директора Поэтому события Они действительно меняют и влияют на судьбы людей И какая будет у вас история, никто не знает Но поверьте, если вам тяжело Вы двигаетесь на правильном пути Если вам легко, вы остановились Это как по экскалатору Так вот, посмотрите на этот слайд внимательно Здесь вы видите, наверное, абсолютно два разных человека Это 15-й каталог Это когда Елена Лагвиненко вернулась с конференции Египет И она для себя приняла решение, что она хочет открыть директора по Украине И доказать, что она не просто человек, который предприниматель А она может стать директором и выше И за один каталог прирост в ее команде Более 5000 баллов И сразу открытие квалификации директора Здесь два разных человека Это девушка слева Да, милая, отличная улыбка Но это человек совсем другой Девушка, которая справа Это сегодня уверенная, смелая, амбициозная И предприниматель Которая доказала себе, доказала всем Что она может это сделать Автомобиль Наверное, автомобиль сегодня Это, как я говорил, уже не роскошь Автомобиль сегодня Это уже, наверное, как нужда Это средство передвижения Так вот, в Арифлейн те программы, которые есть Они потрясающие Потому что, если говорить про обычную работу Вот вы посмотрите свою зарплату И выберите автомобиль даже ту же Вольво Которую дает компания 40 тысяч евро Стоимость минимальной комплектации Сколько вам потребуется лет жизни Да, ничего не есть Не пить За квартиру не платить Просто, чтобы накопить 40 тысяч евро Лучше купить себе, наверное, вот такую Глубо-закадочную машину Арифлейн готова За ваши результаты Ну, можно сказать, дарить этот автомобиль И вот в нашей команде Уже такой автомобиль есть Это автомобиль Жанны Лебедеваев Директора с города Иваново Которая вместе с мужем с удовольствием По всему городу И не только Ездит в комфорте, в уюте Вот такая вот Шкода Рэпид До цвета мокрого асфальта Ушла к лидеру нашей команды И я для себя поставил цель Что в следующем году Я обязательно Открою звание бриллиантового директора Я обязательно получу Свой автомобиль Вольво Потому что это Самый надежный Самый Такой вот Ну, надежный Это действительно надежность Вот Швейц, Арифлейн и Вольво У меня ассоциация одна Это надежность Поэтому Для меня это важно Если говорить про премии Вот я с людьми Очень люблю общаться И я у них часто спрашиваю вопрос Скажи, пожалуйста На твоей работе Когда в последний раз Тебе выплачивали премию? Если человек говорит Ну, год назад Полгода назад Бывает под Новый год 13-я зарплата Да, приходит То Когда я показываю Какую премию Да, компания выплачивает Мне Выплачивает Лидерам нашей команды То Наша команда За прошлый год Только премиальными Заработала Более 26 тысяч Ну, 26 с половиной тысяч долларов 26 с половиной тысяч долларов Компания Я Могу сказать Я не работала в Арифлейн давно Это за один год работ Да Моей вот такой вот активной В компании Арифлейн Я вместе с командой Мы получили только премиальными Более 26 с половиной тысяч долларов Это Огромная Да Такая вот Большая цифра Если говорить про доходы Вот люди Есть такие Которые зарабатывают Хорошо Я думаю Что вам такие попадались Они говорят Я и так сегодня получаю Как ваш директор А сколько ваш директор Получает 7-8 тысяч гривен Или 30-40 тысяч рублей Я говорю Хорошо Ты сегодня получаешь Свои 500 долларов Но А ты приди К своему начальнику И скажи Дорогой начальник А я хочу В два раза больше Я хочу Так же Как и ты В два раза больше Что вам начальник скажет Два раза больше Только я И я человеку Всегда показываю разницу Я ему показываю Разницу Этих денег Вот Эти же самые деньги К примеру Взять 250 долларов Среднюю зарплату К примеру С вами возьмем Для того Чтобы получать На обычной работе Человек 5-6 лет Сначала учится Потом нарабатывает Опыта Только потом Возможно Будет уже зарабатывать Такие там Более-менее Приличные деньги На работе График 8-12 часов Сутки В Арифлейм Люди Которые зарабатывают 250 долларов Это требуется В среднем Там 2-3 месяца Чтобы стать Менеджером Зарабатывать Тоже Такие же самые деньги Но это Совсем другая Цена вопроса Этих денег Это не Ты пашешь сутками И у тебя Не стоит над головой Начальник Я задаю Человеку Другой вопрос Хорошо Сейчас ты зарабатываешь 500 долларов А сколько ты зарабатывал Год назад А сколько ты зарабатывал 2 года назад А сколько ты будешь Зарабатывать Через 3 года И вот здесь Видны мои выписки Из банка Прошел всего год Работай в Арифлейм У меня И вот здесь Выписка Это украинские Выписки Это гривна Для России Умножаете На 3,5 Или какой сейчас Курс Не помню На 3,5 Наверное Вот 2014 год Выписка Видно ЧП Шевчук Дмитрий Леонидович Частный предприниматель Арифлейм Косметикс Украина 8,5 Тысяч гривен Это Апрель 2014 Года Прошел год Прошел год И мой доход За этот год Вырос в 2 раза Уже было 16 тысяч гривен Это был Май 2015 Года И прошло Еще Пару месяцев Да Это уже У нас получается Какой месяц Вот 11 месяц Как раз 4 ноября Я получал Свой доход За этот месяц За этот каталог И не прошло Так много времени С мая Я просто Активно работал Летом Вместо того Чтобы летом Отдыхать Я активно работал И мой доход Составил уже 40 тысяч гривен В 3 недели Или 110 тысяч рублей Согласитесь Для студента Для парня Да В 19 лет Это Офигенные деньги Ни на одной работе Сегодня Мне бы не предложили Такую зарплату И наверное Вам интересны Это Секреты Моего успеха Секреты успеха Нашей команды Как мы быстро Добиваемся Таких Классных Результатов Так вот Как же мы их добились У меня Кстати Я забыл Рассказать Мы когда вернулись С Египта Когда мы летели С Египта У нас была Зона турбулентности У нас она была Те кто летел В Украину И она была У тех Кто летел С России Она была У всех И в это время Мы строили планы Мы строили планы И каждый Планировал себе Новое звание Вот вернувшись Да Уже я в Украину Харьков Вот с Еленой Там Жанна С Людой Таней В Россию Все сделали Новые звания Да вот Елена открыла Звание Директора Жанна Открыла Звание Золотого Директора Я открыл Звание Старшего Золотого Директора Появляются Новые Директора В команде То есть Всего за один Каталог Количество Директоров Моей команды Оно увеличилось В два раза Я думаю Что в этом каталоге Будет То же самое Так вот Рычаги К быстрому Росту Скорее всего Сегодня Я не открою Для вас Америки Потому что Арифлейм Это простой Бизнес Здесь нужно Делать Всего три Простых действия Нужно Быть Стопроцентным Пользователем Нужно На все Не знаю На все Стопроцентных Любить этот продукт Как свой Собственный Любить его так Как будто Вы его сами Делаете Потому что Это компания Партнер Это компания Которая будет Вам всю вашу Жизнь Выплачивать Деньги Если вам Нравится Продукт Если вы В нем Уверены Вы Легко Будете О нем Рассказывать Всем людям Да Всему окружению Второе Это максимальное Приглашение Для себя Здесь нужно Выбрать Просто правильный способ Прикрутинга Об этом Дальше Поговорим С вами И конечно же Это качественное Сопровождение Наша цель Это не регистрация Наша цель Это не новичок Наша цель Это наш новичок Он директор Вот такая Должна быть Установка Как работать Онлайн Оффлайн Абсолютно Не имеет значения Потому что Способы работают Абсолютно все Да Я работаю Онлайн Я работаю Онлайн Потому что Мне нравится Компьютер Мне нравится Интернет Я хорошо Разбираюсь В соцсетях Но я также Умею работать Абсолютно Всеми способами Оффлайн Я умею С листовками Я умею С анкетами Я умею Со списком Знакомых Я разве Что мастер Классы Не умею Проводить Но если бы я хотел Я бы мастер Классами Научился Работать Просто у каждого Свой способ И сегодня Полно информации Сегодня Уже Нету Таких Секретов Напишите На ютубе Любой Ваш вопрос И вот Если раньше Гугл Знал все А сейчас У меня Ютуб Знает все И давайте Вот Тоже Такие вот Фишки Которые Вам будут Очень наверное Интересны Это вот В плане Сопровождения Ключевых Бизнес Партнеров Что у меня Входит В сопровождение Первое И самое Важное Для меня Это Выявление Потребности Я без Понимания Зачем Это надо Человеку Я не даю Ему Конкретно Как Если вы Не знаете Зачем Вам не нужно Как это Делать Обязательно Это ежедневный Созвон Или переписка Новичок Он Вот Вспомните себя Когда Вы Пришли Только В Арифлейм Ваш Спонсор Он Вас Ну Почти Во всем Поддерживал Он Вам Помогал Он Вам Давал Рекомендации Он Вам Говорил Что Надо Делать И так Далее И так Далее Люди Привыкли Что У них Есть Ну Не начальники Да Но Люди Ходили В основном Всю Свою Жизнь На работу Они Привыкли Что Кто То Дает Им Рекомендации Инструкции Что Необходимо Делать И вот Вы Той Человек Который Это Делает Вы Той Человек Который Направляет Потому Что Найти Человека Трудо Не Составляет Самое Главное Это Удержать Это Выявить В нем Лидера Показать Ему Что Он Сможет Благодаря Вашим Возможностям Стать Варифлейм Директором Поэтому Важно Это Имеется Ввиду Что Каждый День Это Каждый День Созвон Переписка Контакт С вашим Потенциальным Кандидатом Конечно Это Информирование Информирование Разными Способами Рассылка На почту Рассылка Смс С ключевыми Партнерами С уровня 9% 12 Это Обязательная Координация Раз в каталог Для того Чтобы Ваш Менеджер Ответил Себе На вопрос Что Я делаю Не так Что Я делаю Не так Да Почему Я еще Не директор Ежедневно У нас Проходят Вебинары Вебинары На различные Темы Возможности Компании Как приглашать Как сопровождать Как работать В различных Социальных Сетях Вебинары По личностному Развитию Вебинары По продукции И так далее И так далее Еще Очень Вот такой Наверное Как одна Из фишек Нашей команды Мы умеем Поднимать Планку Человеку Мы умеем Давать Ему Видение Так Почему-то Слайд Только что Был перевернутый Еще раз Перезапущу Мы умеем Поднимать Планку Человеку Мы умеем Давать Человеку Видение Мы показываем Ему Что он За каталог Может Не просто Сделать 3-6% Он за каталог С нуля Может Открыть И 12 И 15 И сделается Это очень просто Главное Это понять Зачем Понять Зачем Ему это надо А как это Сделать Мы уже научим Конечно же Это планирование Действий И анализ Результатов Если вы не планируете Свой успех У вас Его просто Не будет Если вы не Анализируете Свои результаты Вы не будете Знать Свои ошибки Вы не будете Знать На чем Вам стоит Работать Это конечно же Поддержка Всем новичкам Потому что Без поддержки Спонсора Без поддержки Команды Очень сложно Да Потому что Люди Им нужна Поддержка Им нужен Такой вот Бронежилет Хотя бы В первое время Пока они Не получат Свою уверенность Пока у них Не будет Уверенность В себе В компании В продукте В людях Есть чаты По команде Чат продукции Чат С шаблоном Главные чаты По велнесу Там и так далее И стараюсь Еще проводить Планерку С ключевыми Раз в неделю По скайпу Или вебинарной Комнатке Напишите Пожалуйста В чате Только У меня Показывается Вот здесь Вот что Слайды Перевернуты Или у вас Так же Само Было все В порядке Я вроде бы Ничего не нажимал Ну ничего Я думаю Что главное Это то Чтобы вы меня Слышали Видели И в принципе То что на слайдах Написано Я вам Об этом Обязательно Расскажу Вот Почему-то Все равно Мне высвечивается Как будто Слайд Зеркальный Какой-то Так К теме Сопровождения Что еще важно Важно Это И искренне Любить И ценить Ваших людей На первое место Я всегда Ставлю Свой результат Почему Потому что Когда я захожу На свой номер Консультанта На свой номер В Арифлейм На сайте Я не смотрю Свои баллы Я захожу В раздел Моя структура Я смотрю Как Работает Моя команда Я смотрю Кому нужна помощь Я смотрю Кто работает А кто Просто делает Вид И Очень важно Это И искренне Любить людей Потому что Есть Законы Природы Которые Работают Верите Вы в них Или не верите Знаете Вы их Или не знаете Они работают И если Вы хотите Только себе Но не людям Не получится В таком случае В Арифлейм Достигать Высоких Результатов Второе Это Ищите Людей Которые Хотят Что-то Изменить В своей жизни К лучшему И самое главное Готовы действовать Многие хотят Многие хотят Но не многие Готовы действовать Вот здесь Важно Эту параллель Для себя Понять И вот К такому Случаю Недавно У меня была Переписка Чтобы вам Поднять Немножко Настроение Обыкновенная Переписка Вконтакте С Моим Знакомым И он Мне пишет Я работаю еще Я ему пишу Окей Обучение Две недели Стажировка Два месяца Дальше Работа По 3-4 часа В день Через полгода Доход 300-500 долларов Через год 1000 долларов И далее По нарастающей Подходят На что человек Мне отвечает Нет Ты не понял Я не хочу Столько Я хочу Работу Чтобы работать 10 часов В сутки И получать Зарплату 100 долларов В месяц Без права На повышение И отпуск Ребят Когда я Увидел Это сообщение Я просто Хохотал И чуть ли не Упал со стула Потому что Мне опять же Казалось Что это Всем надо Но Надо тем Кто ищет Надо тем Кто готов Меняться Да Кто не готов Меняться И живет И живет До сих пор По шаблону И находится В зоне Комфорта И его Устраивает 100 долларов Я так и написал Нет Это не ко мне Это в институт Потому что Для того Чтобы это Получить То что ты хочешь Нужно еще 5 лет Учиться И для меня Всегда важно Что Для меня Всегда важно Это личный Пример Я всегда Стараюсь Быть Примером Для своей Команды Потому что На кого Команда Должна равняться Команда Должна равняться На своего Спонсора На своего Наставника И Если я Не работаю Не будет работать Моя команда Если я Не рекрутирую Не будет рекрутировать Моя команда Если я Не обучаюсь Не читаю книги, не захожу на вебинары, не провожу их. Это не будет делать моя команда. И если вы летите, да, ваша команда бежит. Если вы бежите, ваша команда идет. Если вы идете, ваша команда стоит. Если уже вы стоите, ваша команда вообще лежит. Ну, а если вы лежите, то ваша команда уже просто уснула. Поэтому будьте примером, будьте номер один в своей команде. И для меня очень важно это человеческие отношения. И плотная работа с командой и спонсором это незаменимый элемент в моем бизнесе. Мы работаем очень плотно, да, с каждым новичком. Я ценю каждого человека в моей команде. Для меня важен абсолютно любой человек. Мне не важно, он сейчас умеет там что-то делать, не умеет делать. Если у него есть желание, если он готов обучаться и выполнять мои рекомендации, у него это получится. А те люди, которые в команде не хотят плотно работать со спонсором, то у таких людей результаты не получаются. Потому что только когда мы едины, когда мы непобедимы. И очень постарайтесь, если у вас сегодня какие-то непонятные, да, взаимоотношения с вашим спонсором, наладьте их. Потому что только вот такое время сейчас, да, турбулентное. Работать можно только командной работой. Сегодня лидеры-одиночки, они не достигают высоких результатов. Мой результат, результаты в нашей команде, это общекомандные усилия. Это работа, как каждого человека, как единого слаженного механизма. Когда каждый за что-то отвечает, когда ты можешь положиться на человека, когда кто-то тебя может выручить, когда кто-то тебе может помочь, подсказать. И вот, наверное, в завершении своего, да, выступления сегодня, самый главный секрет успеха, знаете, какой? Всегда на пути у вас и у всех, и у меня всегда будет встречный ветер. Всегда будут неудачи. И я искренне желаю каждому из вас этих неудач. Потому что это самый главный секрет успеха. Не терять настроение, не терять веру, не терять энтузиазма. Когда вокруг все не так, как ты хочешь. Я вот искренне верю, что вы настолько сильные, и мы с вами еще можем сделать огромнейшие результаты. Просто чуточку сил, чуточку веры, больше амбиции, самое главное терпение. И что еще? Это не самый главный секрет. Есть еще самый-самый главный секрет, да? Их у меня два. Вот таких вот два секрета. Один вы услышали. Один из них это был у нас трудности, причины, неудачи и встречный ветер. Потому что, когда ты сталкиваешься с какими-то трудностями, ты меняешься, ты становишься другим, ты развиваешься. А второй, самый-самый главный секрет успеха такой. Я знаю, о чем думает каждый, сидящий сейчас в этой виртуальном зале. Я знаю, о чем вы будете думать завтра, о чем вы будете думать, когда закончится онлайн-форум, пройдут выступления всех спикеров, вы услышите множество для себя фишек, вы услышите для себя много нового, полезного. Но кто-то будет думать и обсуждать, какие были классные выступления. Кто-то будет говорить, ну-ну, рассказывайте нам тут. Кто-то будет говорить, вот классно тем, кто пришел 3-5 лет назад. А кто-то уже сегодня для себя сделает очень важное решение. Он его примет. Примет для себя решение. Поймет, зачем ему это надо. Вот что самое главное? Самое главное это определиться зачем. Определиться зачем вам все это надо. Каждому из вас. У каждого из вас есть тысяча вопросов. Как пригласить, как сопроводить, как обучать, чему обучать и так далее, и так далее. У каждого есть все эти вопросы. Но это не главное. Главное ответьте себе на самый главный вопрос. На вопрос зачем. Когда вы ответите себе на вопрос зачем, зачем вам все это надо. Зачем вам надо получать тысячу отказов. Зачем вам надо проводить столько встреч. Зачем? Что вы получите в итоге? Иногда бывает такое, что мы навязываем себе, мы навязываем людям, навязываем свои мечты, навязываем свои идеи. Вот хочешь машину, ты хочешь квартиру, ты хочешь в Турцию, в Анталью. Давай работать. но если у человека спросить, а хочет ли он эту машину, а хочет ли он эту квартиру, может быть и хочет, но он не готов ради именно этой мечты действовать настолько сильно. Поэтому, когда вы ответите себе на самый главный вопрос, зачем вам это надо, поверьте, вам не нужно будет уговаривать себя работать, когда вы проговорите, зачем нужно это вашим партнерам, вам не нужно будет с ними каждый день созваниваться, вам не нужно будет их постоянно мотивировать, вам не нужно будет им все объяснять, вам будет, у вас получится вот мотивированный человек на ближайшие, не знаю, там, полгода-года, он будет вас сам доставать, он будет вам сам звонить, он будет узнавать и так далее, и так далее. У меня тоже были мотивации, у меня было много мотивации, да, о некоторых из них вы сегодня услышали, у меня была мотивация работать на себя, да, не работать на кого-то, у меня одна из таких вот ух-тышек, да, одна из сильных мотиваций, это была не просыпаться в 7 утра, я люблю поспать, я люблю спать хотя бы там часов до 9 утра, и я безумно рада, что директору Reflame не нужно просыпаться в 7 утра бежать на работу, ты сам решаешь, когда тебе просыпаться, я мечтал отдыхать за границей, у меня была мечта помогать родным и близким, у меня была мечта дарить потрясающие подарки, у меня была мечта просто в конце концов иметь достойный образ жизни, иметь достойный образ мышления, и сегодня это на самом деле все есть, и вы услышите огромное количество людей, успешных людей, у каждого из них есть свои секреты, но поверьте, секретов их нет, самое главное это понять для себя, зачем вам это надо, и знаете, я твердо верю в удачу, я желаю каждому из вас безграничной удачи, но для себя сделал такой вывод, чем больше я работаю, чем больше я пашу, тем больше я удачливее, я уверен, что у вас возможно есть ко мне какие-то вопросы, я вот вижу, что со временем я разговаривал больше, чем 45 минут, но я думаю, что я был для вас полезен, если у вас есть какие-то вопросы, у меня здесь рядышком открыт чат на соседнем ноутбуке, и буквально на такие вот самые 2-3-4 вопроса я могу ответить на те вопросы, которые я не отвечу, я сейчас покажу вам ссылочку на мою страницу в соцсетях, если у вас есть вопросы, на которые вы хотите получить ответы, самое проще это сделать, написать мне ВКонтакте, меня найти очень просто, в поиске напишите Дмитрий Шевчук, не обещаю, что отвечу вам сразу, потому что и своя команда большая, но в любом случае, если вы свой вопрос мне написали, ответ вы получите, я ничего не скрываю, поэтому пишите свои вопросы ВКонтакте, я вижу, что в чате пока вопросов нет, если вопросов нет, это очень хорошо, поэтому я с вами тогда прощаюсь, вот здесь режим дня увидел, хорошо, вижу, что некоторые вопросы пошли, но очень быстро, мой режим дня, режим дня у меня был до директора, есть уже с уровня директора, режим дня до директора, какой был, до директора я совмещал это с учебой, учеба у меня была с 8 утра грубо говоря до часу дня, с часу дня и до 9, до 10, до 12 ночи я выделял время на Reflame, хотя в принципе я старался свой график планировать как, в сутках 24 часа, 24 делим на 3, получается 8 часов на сон, 8 часов на учебу и на домашние дела и 8 часов на работу в Reflame, так, про скайп вопрос был, не увидел вопрос по скайпу, тут вопросы, как слайды получить, ну я думаю, что слайды я отправлю Александру и слайды вы сможете кому нужны получить, да, омегу кушаю, так, спасибо, спасибо, не успеваю читать вопросы, как организовал систему онлайн, систему онлайн организовал очень просто, так же само, как организовал систему оффлайн Reflame, взял за основу систему Pro, взял сопровождение, взял рекрутинг и просто все эти вещи перенес на систему онлайн, сколько времени консультант твоей команды уделяет работе в интернете, все по-разному, кто-то уделяет час, кто-то уделяет три, кто-то уделяет восемь, десять, да, звание сейчас открыто старший золотой директор, вот, кто-то уже, Надежда, мою ссылку на контакт отправила, да, скайп у меня есть, но скайпе честно, я так отвечу вам не так быстро, потому что скайпе у меня чат и команда, лучшие вопросы пишите вконтакте. Все, вижу, вопросов нету, давайте с вами заканчивать, потому что, итак, наверное, у кого-то уже глубокая ночь, я благодарю вас за внимание, я постарался быть для вас максимально полезным, у меня есть много полезных видеороликов со мной, с моей системой работы на YouTube-канале, потому что, понятное дело, да, вот, вебинар 45-минутный, это нельзя все вместить, в интернете пишите, это найти совсем несложно. Все, всем удачи, всем пока, рад сегодня выступать для вас, для такой потрясающей, интересной аудитории на пятом онлайн-форуме. Так, и я традиционно заканчиваю сегодняшний день онлайн-форума такими напутственными словами, ну, во-первых, благодарностью Дмитрию, я видел, насколько, ну, просто чат пестрил, Дмитрий, ты взорвал аудиторию, честное слово, с такой активностью на протяжении всего твоего выступления, то есть, на протяжении всего почти часа я давно не наблюдал, ну, ты это наверняка сто процентов заслуживаешь. Признание и от твоей команды, которая здесь большая находится, и от всех участников, то есть, я тоже сейчас сижу очень восхищен выступлением, настолько качественное выступление, что, честно говоря, я, может быть, сейчас буду говорить стереотипно, но не верится, что так может выступить молодой человек в возрасте, который таком, который многие считают даже несерьезно, оказывается, у тебя есть и у твоей команды чему учиться, это здорово, это замечательно, это здорово, что такие люди есть, что такие появляются, и хорошо, что благодаря онлайн-форуму огромное количество людей увидело, услышало, познакомились с такими людьми, как ты, Дмитрий, огромная тебе благодарность за и за выступление, и за твою работу, и за то, что ты есть. И на этом мы заканчиваем сегодняшний день онлайн-форума, у нас пятый онлайн-форум, и позади у нас сколько уже один, два, три дня, и впереди еще предстоит вам услышать очень много выступлений, завтра мы точно так же в 19.35 у нас идет начало, проверка связи, и в 19.45 у нас первый спикер. Познакомьтесь, программа выступления, не буду специально делать промоушен, пусть ваше внимание будет направлено на страницу онлайн-форума, вы посмотрите, кто будет выступать завтра, кто будет выступать послезавтра, для того, чтобы вы смогли донести эту информацию до своей команды. А сейчас я всем желаю хорошего вечера и хорошей ночи, или может быть уже кому-то доброго утра. Всем, кто это выступление будет смотреть в записи, я вас приглашаю все-таки принимать живое участие, когда есть возможность еще задать свой вопрос выступающим и получить на него ответ. Итак, всем пока, до завтра.